Библейский портал экзегет.ру представляет 24 глава второй книги Хроника или Паралипомена для библейского портала Экзегет. Я читаю перевод российского библейского общества. Очень подробно в предыдущей 23 главе описан переворот, который устроил священник Ехуяда, сместив царицу Гафолию, которая вообще-то никаким боком не должна была править, не будучи потомком царя Давида, и вернув на царство мальчика маленького Иоаса, это сын предыдущего царя. И у нас есть возможность увидеть какой-то совершенно особый порядок, при котором священник, по сути дела, руководит царством, потому что ребенок еще не в состоянии этого делать сам. Что же здесь будет? Семь лет было Иоасу, когда он стал царем. Он царствовал в Иерусалиме 40 лет. Его мать Севья родом из Бершеева. На протяжении всей жизни Ехуяды, это священник, который его возвел на престол, Иоас творил дела, угодные Господу. Ну, стало быть, может быть, только до тех пор. Но, по крайней мере, при своем спасителе, и, собственно, человеке, который возвел его на трон, он сохраняет верность Богу. Ехуяда дал ему двух жен, даже женил царя уже, и у него родились сыновья и дочери. Спустя некоторое время Иоас пожелал обновить храм Господень. Естественное желание для человека, воспитанного священником этого храма. Кто укрепляет крепости, кто собирает войско, кто еще чем занимается. А этот, наконец, обратил внимание на храм. Он собрал священников и левитов и сказал им, «Вступайте скорее в города Иудеи, соберите со всех израильтян деньги на ежегодный ремонт храма вашего Бога». Ну, такая подать, которая потом в Новом Завете, кстати, не даст ли учитель деньги на храм, это та самая подать. То есть каждый год некоторая сумма дается небольшая каждым иудеям на содержание и поддержание в порядке храма. Но левиты не торопились. Понятно, зачем им. Тогда царь позвал их начальника Ихуяду, собственно, того самого, и спросил его, почему ты не потребуешь от левитов, чтобы они собрали Саудеи и Иерусалима подать на содержание шатра Завета. Шатер Завета уже храм, но все равно называется старым названием, который установили Моисей раб Господни все израильтяне. Ведь сыновья Гафолия и Нечестивые разорели Божий храм и даже использовали для служения Ваалом, святыней Господнего храма. То есть, смотрите, Яхуяда не то чтобы против, но как-то ему не до этого. А царь вот для чего и нужен, чтобы вносить порядок в это все, чтобы побуждать тех, кто в общем-то обязан, но не собирается. Просто не до этого. Ходить, собирать деньги, фу, как это, скучно, противно, давать ведь не будут, зачем. И решили тогда централизовать этот сбор. По приказу царя был изготовлен ящик, который поместили на улице у ворот Господнего храма. Тоже явно очевидец это писал, но наш хронист скорее переписывал. По Иудее Иерусалима было объявлено, что жители должны приносить Господу подать, которую Моисей раб Божий наложил на израильтян в пустыне. Смотрите, левиты не справились. Давайте взовем к сознательности людей. И сработало. Все сановники и народ с радостью приносили деньги, опускали их в ящик, пока он не наполнялся. Наполнялся. То есть много раз. Когда было нужно, чтобы левиты отнесли ящик на проверку царю, или когда они видели, что денег набралось уже много, то приходили царские писецы, проверяющие от первого священника. Важно, двое контролирующих. Если один, то понятно, что будет очень скоро. А двое, которые независимо контролируют. И проверяющие от первого священника опорожняли ящик, затем возвращали его обратно на прежнее место. Так они делали изо дня в день и собрали очень много денег. Вот, оказывается, краудфандинг вполне работает. Люди сами готовы давать деньги на то, что они считают нужным. Ну, деньги тогда, конечно, не монеты, не бумажки, а просто серебро. Царь и Ехоеда придали деньги тем, кто проводил работу в Господнем храме. Они наняли каменотесов и плотников, чтобы те обновили храм Господа. Ремонт, наконец-то. И кузнецов, и медников, чтобы те ремонтировали храм Господа. Работники принялись за дело, и так начались установительные работы. Они вернули Божьему храму его изначально, и облик его укрепили его. То есть идеал — это восстановить, как было. Сегодня бы какой-нибудь евроремонт сделали, а тогда нужно возвращаться вот к Давиду, к его временам, к Соломону, к тому, какой храм он построил. Когда все было готово, они принесли царю Ехоеде оставшиеся деньги. Смотрите. Понимают, что Божье, а они не то что освоили средства, как у нас это называют. На эти средства была изготовлена утварь для Господнего храма, предметы, необходимые для служения, всесожжение, ковши, золотая и серебряная утварь. То есть, вероятно, там уже растащили, вот в эти языческие капища отнесли, и что-то, может, просто было утрачено. Пока Ехоеда был жив, в Господнем храме регулярно совершали всесожжение. Тоже такая печальная нотка, да? А после его смерти наставника и спасителя Иоаса уже, видимо, не всегда. Ехоеда состарился и умер, насытывшись жизнью в возрасте 130 лет. Рекордный возраст уже такой, скорее, о книге Бытия напоминающий. Его похоронили в городе Давидовом рядом с царями, потому что он творил в Израиле добро, служа Богу и его храму. Вот идеальный священник, да, который может вмещаться и в политические расклады, но не для того, чтобы приобрести власть в чистом виде, а для того, чтобы вернуть почитание Бога. После смерти Ехоеды пришли иудейские сыновники поклониться царю. С тех пор он начал слушать их советы. Другие советчики, да? А они, забыв о храме Господа Бога своих отцов, стали служить деревам Аширы и идолам. Ашира – женское божество, такое собирательное название. Гнев небесный обрушился на Иудею и Иерусалим за этот грех. Господь посылал к ним пророков, чтобы обратить народ к себе. Пророки предупреждали их, но они не слушали. Печальная история, пока жив человек, который за этим следит, то еще как-то что-то соблюдается. Умер, все. Дух Господний вошел в Захарию, сына священника Ехоеды. Вот даже сын следит за этим. Он предстал пред народом и сказал, «Так, говорит Бог, почему вы нарушаете заповеди Господни? Не будет вам ни в чем удачи. Раз вы оставили Господа, то и Он оставит вас». Против Захарии составили заговор, и по приказу царя его забили камнями во дворе Господнего храма. Вот, смотрите, только что его отец был, по сути, правителем, и вот уже все переменилось. Это само, без переворотов. Просто вот так устроено это общество, что в нем очень легко сползти в идолопоклонство, и все, кто против, оказываются врагами и их убивают. Царь Иоаса не вспомнил о том, как верно служил ему отец Захария и Ехоеда, и убил его сына. Физически не он, но явная ответственность наш представитель возлагает на него. Умирая, тот сказал, пусть Господь увидит и отомстит. Похоже, что отомстил. В конце того же года против Иоаса выступило арамейское войско. Арамеи напали на Иудеи в Иерусалим, перебили всех предводителей народа, а добычу отправили царю Дамаска. Немногочисленно было арамейское войско, но Господь отдал в их руки огромную рать, ведь иудеи оставили Господу, Бога своих отцов. Так арамеи покарали Иоаса. Вот печальная история, да? Когда арамеи, оставив Иоаса всего израненного, отступили, то его приближенные сговорились отомстить ему за смерть сына священника Иоады. Вот тоже такая трагическая нотка. Пока царь был здоров и силен, то они и пикнуть не смели. Как только он ослабел, изранен, получил поражение на войне, тут они ему все и припомнили. То есть не очень-то это месть за убитого священника, это скорее попытка свести счеты, воспользовавшись каким-то поводом. Они убили его в собственной постели. Иоас умер, его похоронили в городе Давидовом, но не там, где похоронены цари. Опять мы видим это замечание. То есть царь, который опозорил себя какими-то недостойными делами, он перестает быть царем, даже если умирает в царском звании. Но в историю он не входит как царь, похороненный среди прочих царей. Он просто правитель, который где-то лежит отдельно. Заговор против него составили Завад сын Амонитян Кишемат и Озавад сын Моавитян Кишемрит. Амонитяне, Моавитяне, не израильтяне, то есть какие-то такие еще и сомнительные личности. Не должны бы они быть израильтянами, если строго подходить с точки зрения Моисеева закона. О его сыновьях, о множестве его деяний, про обустройство Божьего храма написано в рассказах книги царей. Вот цари израильские иудейские, цари иудейские, да, или просто цари. Может быть, это книга царств, но не совсем в том виде, в котором мы ее видим, а какой-то ее более ранний, наверное, более длинный вариант. Царем после него стал Амасия, его сын. Ну и дальше будет продолжаться, конечно, эта история про царей, которые вроде бы и с Богом, а вроде бы и нет. И вот от того, как они в данный момент, от этого зависит судьба царства. Субтитры создавал DimaTorzok